Да, и надо вот опять-таки сказать, я человек, стать и не терять своего достоинства. Менхрон татар. Эльмира Черкезова, искусствовед, 30 лет, так можно сказать, в Крыму. Я как бы имею, вот нахожусь вот в этой теме крымско-татарской культуры, изобразительное искусство. И посвятила как бы, ну если так можно выразиться, всю свою жизнь, возрождение нашей традиционной культуры. И прежде всего возрождению духовности, может быть, то, к чему я стремилась. Это для меня как бы стало смыслом моей жизни. Родилась я в городе Беккабад, Узбекистан, Узбекская ССР в то время. В семье Яхуп, Бабам, Яхуп и Садие. И вот, может быть, я так сейчас осмысливаю всё то, что прожито. И я так думаю, тот фундамент, который необходим, закладывается с раннего совершенно возраста, с детских лет. И вот он заложен был моими родителями, моим окружением, той средой, в которой я находилась. И сейчас я думаю, что эта среда была благоприятная. И мама мне периодически говорила, И до конца я не понимала этого смысла. До конца. Адам, мол, и вот до сих пор я думаю, периодически, что мама права. И думаю о том, что Адам, мол, мах. Быть прежде всего человеком, а всё остальное, в общем-то, на волю Всевышнего. На всю волю Всевышнего. Но думаю, ну, а быть человеком, каким это прежде всего человеком. Жить по совести, наверное, так. И прихожу к выводу, что постоянно надо самому себе задавать вопрос. Тот или иной. Или общаться с друзьями и друг другу задавать, размышлять на те или иные темы. Но обязательно думать и брать на себя ответственность за какое-либо дело. И в нашем положении, вот в том, в котором мы находимся, это архиважно. Мои университеты начались с хорошей, очень качественной классической литературы. Чехов, Амар Хаям, Руми и так далее. То есть Запад, Восток и вот то, что наша культура, она формировалась именно на пересечении вот этих вот путей. Западного и Великого Шёлкового пути. И мы вобрали в себя как раз вот эту вот культуру западноевропейскую и тюркскую, восточную. Так сейчас принято говорить. Первые мои шаги как бы вот начались именно в этой галерее, крымско-татарской галереи, где начали мы собирать произведения лучших художников и изделия декоративно-прикладного искусства нашего народа, это то, что в дар преподносили крымские татары в первые годы, в 90-е годы для галереи. Время работает не на нас. И возрождение крымско-татарской традиционной культуры необходимо вот успеть вовремя возродить, вовремя дать толчок к дальнейшему развитию того или иного вида нашего искусства, в частности, изобразительного. Это вышивки, ткачество, ювелирного искусства, резьбы по дереву, и теснение по коже у нас еще не возрождено, к сожалению. Ну и так далее. Фундамент, так сказать, духовности, состоятельности народа заложено именно вот в этом художественном творчестве, культуре и искусстве. Это тот фундамент, на котором уже в дальнейшем может быть определенное развитие. Без духовного развития, ну, мы просто биомасса, я так думаю. С сожалению, думаю, что мы должны были начать именно 30 лет тому назад при общении наших подростков, молодых людей, детей вот к этой мысли, что прежде всего надо составить древо генеалогическое, надо знать свой край, надо любить. Нельзя говорить «любить», нельзя заставить любить, но подтолкнуть, приобщить, передать свою любовь, почистить там вот, где когда-то был родник, Козь Ачмах называется у нас. У нас наши предки утром выходили после намаза и здоровались с Чешме, Селям Алейкум, Азиз, Су, по-моему, да, вот. И живая природа была. Это была непосредственная связь со своей землей. Когда я уже прочла высказывание Мартироса Сарьяна, что земля – это живая, что связь, и без связи с родной землей, без любви к ней ты не обретёшь самого себя. И связь с Родиной нельзя ни в коем случае терять, потому что ты не получишь тех соков, вот не ощутишь те чувства, которые необходимы настоящему человеку. Мы, к сожалению, упустили очень много времени. И насколько вот сейчас наши подростки приобщены вот к этому, к изучению, к исследованию, к поиску, это на нашей, так сказать, это громко сказано, может быть, ну, большое упущение на нашей совести. Мы по пути домой кое-что, ну, мы потеряли что-то. Вот что потеряли? Это, видимо, стремление физически выжить, построить дом, так сказать, крыша над головой, прежде всего, это понятно, инстинкт самосохранения, о смыслах, о том, для чего мы сюда приехали, зачем я здесь. Вот эти вопросы, к сожалению, мы не задавали самому себе, своим близким. То, что узбекское наносное в нас, конечно, есть. Это отразилось и в искусстве, и в декоративно-прикладном. Очень были искажения большие, особенно в костюме традиционном. И оно как бы меня, есть такое выражение, режет слух, это когда касается музыки. У меня вот режет глаз, когда дисгармония в костюме, в архитектуре, наши уже строящиеся дома. Оно как бы меня выводило из нормального равновесия, так как я заложник того, что те знания, которые я получила, и то, что я читала, занималась самообразованием. Наши шокировали, предположим, ансамбль при индустриально-педагогическом институте. Когда девочки вышли на сцену в темно-коричневых длинных платьицах, и вот длинная, так сказать, марама, это настолько вот было неэстетично, это мягко говоря, диссонансы, неправдивые фольклорные костюм, они отошли очень сильно. И почему коричневого цвета, такого глухого? Что вот мне стало как бы плохо даже вот, думаю, куда бы провалиться. Потому что наши артисты, то есть фольклорные ансамбли, заказывали с учетом того, что они видели там, в Узбекистане. Предположим, одна из деталей – это низ платья, очень сильно декорированный. Там такие композиционные, такие вот очень большие по заполнению платья низ пахта, хлопковый орнамент. Они бездумно все это осуществляли. И, ну, полная бескусица, к сожалению, в свете, в контрастах таких очень некрасивых, мягко говоря. Это мероприятие должно было подтолкнуть тому, что мы должны вернуться опять к тому, что для нас было характерно. То, что вырабатывалось веками, то, что мы имели в фондах, может быть, с чудом сохранившихся изделий. Необходим был поиск, необходима была работа, прежде чем осуществить тот или иной спектакль, поставить танец и так далее. После этой успешной, я так думаю, выставки, которая привлекла большое очень внимание журналистов, были организованы экскурсии по выставке. И с Рефатаром Курсеевым мы проводили экскурсии, объясняли смыслы орнамента, какой заложен в том или ином орнаменте смысл, ювелирное искусство. Все это было, весь крымско-татарский костюм из фондов музеев Крыма и эскизы современных художников. На этом фоне мы организовали семинар, куда были приглашены руководители крымско-татарских фольклорных ансамблей и ансамбля Хайтарма, где были представлены вот эти доклады, выступления, обсуждения. Но самый главный вывод, который я сделала, что нас не знают, нас не понимает население и даже интеллигенция, так сказать, если Крыма, они нас не знали. И вот благодаря выставкам, благодаря нашему искусству, нашим мастерам, художникам, может быть, вот происходит это общение, и они лучше начинают, может быть, больше, если есть стремление понять, кто мы такие. И в первую очередь, конечно, это необходимо нам самим. И я поняла, что никакими митингами, выступлениями, вот этими криками, может быть, не добьешься столько такого эффекта, таких положительных результатов, как вот через искусство, через культуру народа. Огромный потенциал у народа и очень высокого уровня мастера были. И по тому потенциалу, который заложен, и не раскрыт. И, к сожалению, вот сейчас до сих пор у нас нет специальных учебных заведений по традиционному, то есть освоению традиционного декоративно-прикладного искусства. Но на 90% все держится на энтузиазме отдельных людей. И я считаю, к сожалению, что стагнация у нас очень, ну так вот неравномерно все это. Вот такие раз всплеск, вот этот потенциал, вот взрыв эмоций, чувств, желание выразить у отдельных, так сказать, молодых людей и среднего возраста, оно очень яркое, интересное, но вот такого продуманного, как бы классического, может быть, если так можно сказать, обучения, развития в настоящее время нет. Но это очень больно осознавать, так как мы все несем ответственность за нашу культуру, за сохранность ее, за развитие. Ну, может быть, оказались не те представители, у которых была возможность что-то сделать, ну, предположим, мы вовремя не написали, не осуществили вот это вот возрождение, как оно должно происходить. Но через Министерство культуры это можно было каким-то образом, наверное, осуществлять. Планомерное, может быть, оно имеет смысл развития. В каждой области, и в музыке, и в изобразительном искусстве, и в театральном, на что больше всего обратить внимание. Осознавать, что в целом вот наше общество может быть, это сугубо мое личное мнение, больше, к сожалению, зациклено на материальном. Это вот внешняя сторона, и меньше, может быть, думаем о духовности, о воспитании детей, о том, чтобы я сделал, если каждый, что я могу сделать для Крыма, для своей семьи вот в духовном плане. И вот это плохо очень сказывается в целом на настроении народа, и стало меньше любви мы, Тёбя Стафрола. Вот нет той любви, которую я чувствовала в детстве, в юношеские годы, там, в Бегавате. И там, как бы, мы были на одном дыхании. У нас первые демонстрации были в Бегавате, насколько я помню, в раннем детстве. И такое отношение, больше уважения к друг другу было. Но сейчас вот мен-менлик, вот это эгоцентризм, может быть, очень ярко проявляется. И я часто вспоминаю строчку из поэтического творчества Андрея Вознесенского, один из моих любимых поэтов в 80-е годы. Нельзя любить своё из ненависти к чужому. Вот это вот это относится ко всем абсолютно. И к другим национальностям, которые себя ставят, может быть, вот мы лучше. И в частном таком общении, и в нашем народе оно, к сожалению, развито. Вот у меня лучше всех, и я лучше всех, или мен-мен. Оно уже, ты идёшь не к Всевышнему, не к духовности, не к Богу. Единение с Богом – это прежде всего. Ну и надо, конечно, стремиться сделать вот это вот самое главное. У нас такой уклад жизни было завоевать совап, благосклонность Бога. И вы все слышали, помните, с раннего возраста ребёнок чувствовал внимание к себе и пожилая женщина или вот любого возраста увидели ребёнка, хотели его, стремились и радовали. Они вытаскивали сухофрукты, орехи и сделать соседу, помочь ему, сделать что-то приятное. Мы боимся сделать кому-то приятное, хорошее, искреннее, посочувствовать, сделать что-то такое, что возвышает душу. Прежде всего, надо думать, когда ты предстанешь перед Богом, с чем ты предстанешь? и вот это вот всё суетное, всё отходит, и мы все знаем, что когда человек умирает, и есть эти притчи разнообразные, то он уходит, как Александр Македонский, там есть, что, с открытыми ладонями завещал его похоронить, то есть в гробу, чтобы он был. И мы все уйдём туда, но главное, с каким духовным багажом, если обретём этот багаж. Вот это стремление задавать вопросы, что-то делать и накапливать любовь к ближнему. Страх – это унизительно, конечно, если ты человек, если ты, опять-таки, ощущаешь свою связь с Всевышним, то, наверное, этого страха нет, не будет. Это духовность, это наша культура возрождения её, и полноценное качественное развитие, не по количеству, а по качеству, максимально приближённое вот к тому наследию, которое чудом сохранилось. И наши мастера сейчас делают, настоящие мастера, в точности, как это было. Почему? Потому что в орнаменте, в форме того или иного изделия был определённый, опять повторяюсь, смысл. Искусство – это таинство. И вот то, что было заложено, оно совершенно не случайно. И это код народа. И если мы вот будем раскрывать этот код, стремиться к этому раскрытию, то мы обретём себя. Но сейчас я вот пришла всё-таки окончательно к выводу, что то, что великим нашим Исмаилом Беягоспринским то, что выведено было. Тильде, фкирде, динде. Вот, фкир, ниет – это очень глубоко. Хорошие помыслы – фкирде, динде, тильде. Это всё очень важно. Это очень ёмко. Это очень на самом деле приходишь и по каждому вот и тиль – это мышление, это культура, всё в себя выбирает язык народа. История дин – духовность без... Ну, это ты не человек, если ты не пришёл к тому, кто тебя создал. Сохранение языка – архиважный момент вот в нашем, так сказать, состоимся мы как народ или нет. И если мы сохраним язык, понятно, что вот уже с оптимизма можно будет смотреть будущее, насколько это важно. Чего нам не хватает? Конечно, любви. К своим корням, к своим вот истокам и взять, предположим, для примера цыган, которые вот периодически около рынка мы видим, они говорят на родном языке, у них нет ни пластинок, ни книжечек, ни букварей, другие национальности Кавказа, они все говорят, может быть, почти в таком же положении, как мы. Они очень любят свой язык. И с детства родители должны, обязаны приобщать к языку. И я лично из своего опыта исхожу в том, что это результат блестящий. Я ставила пластинки нашей народной музыки для своих племянников. Мы дома говорили только на родном языке. Большое значение имеет в этом доме есть ли книжечка, пословицы и поговорки крымских татар. Ну, понятно, словари, понятно, в игровой форме, может быть, вот какие-то ну, как бы конкурсы периодические. Вот такое живое, увлеченное, с любовью сделанное, ну, как бы оформленная вот эта вот работа по обучению языка. Ну, конечно, это искренне от души. Если ты сама плохо или сам плохо знаешь язык, обучить детей сложно. Да, я крымский татарин, я мусульманин, но если ты на самом деле крымский татарин, ты должен знать свою историю, культуру, язык. И в каждом доме должен быть Коран, словари крымско-татарские в первую очередь и та среда, в которой воспитываются твои дети. То есть это обязательно изделие наших мастеров. Это керамические изделия, ювелирка, уникальная вышивка. Ну, удивительная у нас в эстетическом плане просто космическая вышивка. Изделие ткачества. Вот это формирует вкус, и ты можешь вырастить, конечно, обучаясь с детства родному языку и той среде полноценного человека, то есть крымского татарина. А бить себя в грудь и кричать «Я крымский татарин» и не знать своей истории языка. Ну, это так, в общем-то, внешнее всё. Свободным человеком я всю жизнь стремлюсь к этому. Это состояние души. Но это полёт. Я увлекалась дзен-буддизмом, дальневосточной культурой. Вот я в определённый период, когда я этим занималась, то я вот ощущала внутреннюю свободу. И вот это понятие «обрести внутреннюю свободу» – это очень многого достичь. Можно. И со временем, с годами, конечно, вот уже имея определённый опыт, сейчас я думаю прежде всего быть независимым, не привязываться. Если ты привязан к материальному, ты уже раб, да? Если ты очень сильно к чему-то привязан, ты раб. То есть освободиться от привязанности, ощущать свою близость к Всевышнему. Это вертикальность, то есть вертикальное вот это вот общение не горизонтальное, не вот эти внешние искушения, к которым мы невольно бывает стремимся, хотим обладать. А вот если вот эту связь обретёшь со Всевышним, с главным в твоей жизни, то ты гармонию обретёшь. Это самое главное. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова